Деловая Славянская Ассоциация предпринимателей делового содействия о первых результатах деятельности городского совета. Мы пригласили в студию делового Славянска представителей всех фракций Горсовета. Практически все они присутствуют, за исключением фракции оппозиционного блока, которая не смогла быть с нами в связи с накладкой по времени. Сегодня мы поговорим о том, что представителям различных политических партий удалось сделать за время, которое прошло после выборов. И помимо того, чуть попозже мы также пообщаемся, я предоставлю слово общественным активистам, которые также присутствуют в нашей студии и хотели бы задать свои вопросы. Итак, что же удалось сделать, какие первоочередные задачи, которые ставит перед собой фракция, что препятствует их воплощению в жизнь, как работают приемные депутаты. И хочу пригласить вас к дискуссии. Спасибо большое, что пригласили. Это действительно очень важные такие встречи, потому что живое общение с депутатами, с коллегами, это всегда хорошо сообщественность. Потому что это всегда нужно, очень нужно, даже бы я так сказал. По поводу результатов работы конкретно нашей фракции. Ну, что я могу сказать. Депутатская жизнь, это не самый легкий период, скажем так. Потому что, так как я лично стал первый раз депутатом, скажем так, какое-то время приходится только вникать в вопросы. Формирование бюджета, так как являются членами бюджетной комиссии, и как глава фракции пытаюсь посещать все комиссии, которые у нас происходят, все заседания, чтобы иметь общее представление. По поводу проделанной работы. Ну, вот коллеги поправят, если в чем-то неправо. Как бы существует. Здесь, ну, не знаю, там, межфрактивными договоренностями, можно назвать так неправильно, но есть ряд проектов, которые мы вместе с БПП, с нашим краем, с самопомничью обсуждали и подавали на рассмотрение. Наши рады, думаю, Сергей Николаевич больше расскажет, он как бы был инициатором вот этой программы Попрозора, то, что мы поддерживали конкретно наши четыре фракции, подписывались под это и пытаемся там дальше. Ну, скажем так, самопомничь тут у руля идет. Вот мы, опять же, насколько можем, настолько и поддерживаем. Это один из таких глобальных вопросов. Вопрос, который касался, что мы поднимали непосредственно наше партие, это по поводу продажи земли. Что мы отставим все-таки интересы и устраиваем наборщики. Митингом называть мы это не будем, будем как-то отходить мы от этих стереотипов. То есть, призывали общественность, граждан по поводу свободной продажи земли. Потому что на данном этапе аграрная партия не представлена, верховная строительность. Но вопрос земли, это очень глобально касаемый вопрос, тем более, вот, если вы знаете, сейчас лежит как раз от нашего края и от агрария, у которой есть в парламенте, ну, не в аграрной партии, а после аграрии, сейчас как раз поднимают вопрос о передаче всей земли на местные органы самоуправления. Конкретно, он даже сегодня смотрел пост Олега Недала, который писал, что ведутся консультации и что-то... По идее, если этот закон примут у Верховной Рады, это будет заключаться в том, что громада будет располагаться всей землей, которая есть в парламенте. Это очень важный вопрос. То есть, и сельскохозяйственного, и другого назначено разного. Всего, да. То есть, это будет лишаться местными органами самоуправления. А это и процентные ставки налоговые на землю, это и передача земли в собственность. Ну, то есть, все вот эти вот вопросы. Там просто сейчас вопрос по экологии завязан. Ну, думаю, эти вопросы решатся, и это будет большой шаг. Мы тоже подписывались под этим обращением. Главе нашей партии, что... Да, это очень нужная вещь. Потом, что касаемо... Еще из-за каких-то наболевших вопросов... Ну, я не беру там обращения жителей, потому что можно перечислять. У меня вокруг Николаевка, это там... Совсем у нас другое, скажем, подразделение там... От самых простых вопросов, которые там... От света, дорог до ремонта лимитов, которые мы там... Сотрудничаем с мэром, в принципе, с депутатским корпусом, который Николаевке... Я там посещаю сессии, провожу какие-то консультации. Ну, там работа налажена идет в каком-то раз. Не могу сказать, успешно еще это, не успешно. То есть, пройдет время, я думаю, это все потом. Ну, по крайней мере, работа идет, мы с ним не сидим. По поводу происходящих таких глобальных изменений здесь, в городе, это вопрос, который стал по мусоросортировочной. Перегрузочной. Потому что мы были одним из инициаторов на общей комиссии, когда депутатской, по выяснению этих вопросов. Потому что на тот момент, скажем так, мы не услышали объяснений, как будет формироваться тариф, куда будут платиться налоги. Что будет конкретно, что меня очень заинтересовало, что в этой программе я не увидел выделения денег на рекультивацию нашего полиции, который существует. То есть, это областные деньги вы имеете в виду? Да. То есть, получается так, что... На данный момент выходит так, что этот полигон у нас таки остается, его репетировать не будет, потому что денег на это нет. Общей программе. То есть, это тоже такой животрепещущий вопрос. То есть, с этим всем разбираемся. А какая ваша позиция все-таки? Наша позиция такая, что станция нам нужна, однозначно. Но, насколько я общался с институтом экологии, насколько мне специалисты там объяснили, что, чтобы сделать проект, надо сделать минимум 4 замера воды, грунтовых вод, 4 сезона года. То есть, понимаете, что проект будет делаться минимум год. Саморекультивация будет идти еще 3 года. Что в это время будет? Опять же, остается непонятно. Жители этого микрорайона будут несчастливы, не будут счастливы. Ну, да. Потом, вопрос по областной коммунальной предприятию. У нас уже есть одно областное коммунальное предприятие воды Донбасса. Сейчас мы в зависимости, все это прекрасно знают и понимают. Как там будет производиться работа? Попросили, я лично просил, чтобы показали экономику. На что он не получил до сих пор, в принципе, убедительного ответа. То есть, ну, пока нет больше вопросов, чем ответов. Но мы с этим пытаемся разобраться, советуемся с коллегами. Поэтому на данном этапе вот это. Хорошо, спасибо. Здравствуйте, уважаемые жители города Славянска, Славянского района. Мне хотелось бы сказать несколько слов о деятельности фракции «Мартий наш край» в Славянском городском совете за прошедшие практически полугода. Есть, безусловно, намеченные цели, есть достижения определенные, есть нерешенные проблемы. На чем мне хотелось бы отдельно, может быть, остановиться. Безусловно, фракция работает, прежде всего, за слову фракции. Я бы поставил достаточно высокую явку, как ни странно. Знаете, возможно, это, может, не все это отмечают, но, тем не менее, явка на пленарное заседание, работа в депутатских комиссиях – это то, с чего начинается. И элементарно мы понимаем, что при отсутствии наших депутатов может просто остановиться. Финансово-хозяйственная деятельность города, как ни странно. Поэтому, прежде всего, это заслуга, я считаю, нашей фракцией явка. Затем я хотел бы отметить достаточно высокую активность депутатов в выступлении, в том числе на пленарных заседаниях. Мы не сидим, мы не отсиживаемся, мы интересуемся проблемами города. Из достижений также я хотел бы сказать то, что партия «Наш край» не только обещала предвыборные обещания, но старается их выполнять. В частности, у нас активно продвигается работа по керамическому кластеру города Славянска. Мишенька Андрей Николаевич занимается этим активно. Хоть и он не прошел как депутат, но, тем не менее, он при активном участии партии «Наш край» делает то, что должны делать в этом городе. Мы не даем утонуть керамикам этого города. Мы делаем все для продвижения на внешние рынки, мы идем на определенные затраты, на различные действия, чтобы о керамике Владославянска узнали далеко за пределами этого города. Хотелось бы отметить, что на участках, за которыми отвечаем, это поселок Восточный, Славкуров, активно ведутся работы за последние полугода, несколько улиц, 4 улицы освещено, ведется работа про агрегировки. Отдельно хотелось бы сказать, что проект, который мы начали до выборов, это в седьмой школе производство, установка футбольного поля сейчас, это в общем-то только была заминка в связи с зимой, уже сделана подготовительная работа вся, и буквально на этой неделе, вот, только сегодняшний дождь заканчивается, и я надеюсь, что до майских праздников будет уже сделана вся созидательная работа, мы все увидим, как это будет выглядеть, искусственное поле большое, с сорождением, с освещением, с тригунами, со всем. То есть, это то, о чем мы говорили, мы заявляли, что мы это сделаем, и в том числе, это с нашей помощью будет сделано в суде. Отдельно, наверное, может быть, хотелось бы сказать там об, в том числе, точечных каких-то акциях на наших участках по обеспечению дровами, бытовым баллонным газом людей. По улице Лизенко, в частности, мы участвовали активно в работах по восстановлению разбитой кровли у женщины одинокой, которая не могла самостоятельно восстановить после войны кровлю, мы помогли это сделать, рад тому, что помогли. Отдельно хотелось бы сказать, наверное, о проблемах, о которых мы озвучивали неоднократно. Пока, к сожалению, мы не добились результата, но мы делаем все, и мы в сотрудничестве со всеми нашими коллегами, которые здесь присутствуют, мы бьемся, прежде всего, над решением проблемы водоканала. К сожалению, вот сегодня отсутствуют представители оппозиционного блока. Мне хотелось бы, вот отдельно, может быть, акцентировать на это внимание, что мы все, вот, нынешняя, наверное, королиция, мы находимся в конструктивной оппозиции к оппозиционному блоку, как ни странно это звучит. И мы все, прежде всего, мы все хотели бы, наверное, сделать так, чтобы в городе Славянске, прежде всего, мы бы занимались не политиканством, а улучшением нашей жизни. Так вот, на наш взгляд, на наш общий, я надеюсь, взгляд, проблемы водоканала и дорог, это те проблемы, которые доминируют в городе. К сожалению, вот за истекшие полгода после выборов мы не увидели каких-то осознанных конструктивных действий в решении проблем, прежде всего, водоканала. Не решена проблема тарифообразования, о чем мы неоднократно обращались и в своих обращениях депутатских и выступлениях. Абсолютно не решена никаким образом зависимость от коммунального предприятия воды Донбасса, поскольку она является на сегодняшний день естественной и фактической монополией. И мы зависим от ее малейшего чиха. Ничего не делается в уменьшении потерь. К сожалению, мы должны это констатировать. Несмотря на то, что мы имеем официальные ответы от руководства водоканала о том, что проводится большая работа, но мы все, к сожалению, имеем возможность наблюдать на улицах бесконечные порывы и ничего, по сути, не меняется. Ни методика ремонта, как было чопиками, так и есть. Ни желание как-то благоустроить после этого улицы. Все в разрывах, порывах, к сожалению. Манера работы не меняется, несмотря на уверение руководства водоканала и руководства города в том, что все заинтересованы в нормализации, безусловно, ситуации. И, к сожалению, я готов сказать, что ничего не делается. Значит, нет понимания ситуации в нашей недалекой перспективе. В частности, нет понимания, значит, мы привыкли, знаем, что Славян всегда был с Николаевкой и Святогорском. И, учитывая то, что на сегодняшний день Николаевская ТЭЦ является основным наполнителем бюджета города Славянска, нет понимания, что она и останется. Дело в том, что Николаевка стремится уйти в недалекой перспективе из орбиты влияния Славянской. Соответственно, уйдет основной источник наполнения бюджета города. И не совсем понятно сейчас позиция городского руководства, как таким образом нивелировать этот процесс. Поскольку мы, к сожалению, имеем такую недалекую перспективу с огромной проблемой, нам нужно понимать, чем мы сможем компенсировать это дело. Ну вот, это основные моменты, которые мне хотелось бы осветить. В частности, полгода, безусловно, они не прошли просто так. Они были наполнены достаточно конструктивной работой. Мы пытаемся, может, не все получается у нас, но мы стараемся. Мы делаем все для того, чтобы город изменить ключ. Спасибо. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok